Значит, мы начинаем, естественно, с того, что было в прошлый раз. Я постараюсь не растягивать то, что было в прошлый раз, на целую лекцию, хотя хотел бы очень, но этого не будет. Я хотел бы начать с ваших вопросов. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы по поводу прошлой встречи? Если у меня не было, то вообще... Повторите, да? Была вводная лекция, которая объясняла, зачем мы возвращаемся к Сократу вообще и к Сенофонту в частности, то есть к классической политической философии. Чем это обусловлено исторически, чем это обусловлено неисторически. А затем мы прочли первую главу первой книги «Воспоминания о Сократе меморабилии», которую я сейчас постараюсь для вас суммировать, если больше не будет вопросов. Хорошо, больше вопросов нет. Сенофон начинает первую главу с постановки проблемы, которую он будет решать этой книгой. Сократ был осужден по двум обвинениям – неверие в богов города и введение новых божеств, именно в таком порядке, и, собственно, развращение молодежи. Ксенофонд уделяет первую главу первой проблеме, но это не значит, что он решает первой главой первую проблему. На самом деле деление благочестия Сократа и воздержанность Сократа, прошу прощения, они будут чередоваться. То есть первая глава посвящена благочестию, вторая – воздержанность, затем снова благочестие, снова воздержанность, снова благочестие, снова воздержанность. Как Сократ выведет, как Ксенофонт выведет развращение молодежи к воздержанности и чем воздержанность отличается от умеренности, мы начнем понимать очень скоро. Или, по крайней мере, по поводу умеренности нам можно будет что-то сказать практически сразу. Ксенофонт доказывает, что Сократ не верил в богов города и не вводил новых божеств в несколько аргументов, которые связаны между собой и которые идут последовательно, хотя последовательность их нарушается. Во-первых, он говорит, что Сократ совершал жертву и прибегал к гаданиям у всех на виду, к официальным гаданиям. Все видели, все знали. Затем он сбивается и говорит, что основой для источника плохих слухов о вере Сократа был демон Сократа, о котором знали все, но по слухам. Или, по крайней мере, знали многие, но по слухам. Почему? Потому что демон Сократа не появлялся перед всеми людьми. В чем заключался демон Сократа? Демон Сократа заключался в том, что Сократ советовался в кавычках со своим демоном и давал своим в кавычках друзьям определенные советы в соответствии с тем, что говорит демон. Помните две ремарки тут же, что речь идет не о друзьях, а о полезных. И значит, ксенофонт намечает нам примерный круг общения Сократа. Этих кругов будет несколько. От знакомых до подлинных друзей. Все это будут разные круги, с которыми Сократ будет общаться по-разному, включая даже учеников. Второе замечание. Под демоном Сократа мы пока, зная пир и прощая отрывок из пира, можем подразумевать не божество и не божественный голос. То есть не приступы безумия, не белую горячку у Сократа, а всего лишь красивый способ иметь авторитет, не имея необходимости доказывать его. Помните, ксенофонт доказывает, что демон был настоящим, говоря, что если бы демон ошибся хоть раз, Сократ пристал бы другому обманщикам. Но демон не ошибся ни разу, потому что Сократ никогда, как вы помните, говорит нам ксенофонт, не использовал демона на постоянной основе. Тогда, когда он не знал, что предложить своему товарищу, своему другу, тогда он просто отправлял его к Оракулу, к настоящему Оракулу. Вы помните, я приводил вам ситуацию с ксенофонтом. Затем ксенофонт переходит к умеренности Сократа, показывая оппозицию между Сократом и теми, кто больны манией. Ксенофонт употребляет слово «умеренность», собственно, Сафросюны. Таким образом мы понимаем, что Сафросюны противостоит мании или безумию. Есть сумасшедшие, говорит ксенофонт, и Сократ не был сумасшедшим. Что это за безумие? Это безумие по отношению, естественно, по отношению к богам, так как мы обсуждаем благочестие. Это безумие проявляется в экстремальных точках зрения. Одни люди считают, что боги контролируют все, другие люди считают, что боги не контролируют ничего. И то, и другое проявление безумия. Умеренность Сократа, а я прошу вас помнить, что Сократ и философ, или даже шире немножко философия, это для нас взаимозаменяемые слова. Поэтому умеренности философия совпадают, неумеренности философия не совпадают. Это далеко идущий вывод, учитывая, что если вы откроете защиту Сократа на суде, вы увидите там проявление мании. Каким-то образом философия все-таки неумеренна. Или неумеренна во всем. Но, по крайней мере, по отношению к богам в этом вопросе Сократ был умерен. Затем вдруг ксенофон сбивается и говорит нам, что никто не видел, как Сократ делает нечто неблагочестивое. Заметьте, это странный аргумент, который скорее принадлежит к первому. Все видели, как Сократ делает благочестивое. Более того, этот аргумент нарушает аргумент об умеренности Сократа, потому что сразу за ним следует три примера умеренности Сократа. Снова, Сократ находится между двумя полюсами. Первый из них это атеисты, это физики-софисты, которые считают, что богов нет. Второй из них это фанатики, которые готовы поклоняться чему угодно. Куску дерева, говорит ксенофон, камню и так далее, и так далее, и так далее. Затем ксенофон переходит к позитивизму. Есть люди, которые считают, что разум способен решить все проблемы. Сократ не считает так. В связи с этим, если вы помните, речь шла о молитвах. Сократ считает, что человек должен молиться не обо всем, а только о том, что принадлежит богам. И шли примеры. Боги не заинтересованы во всем. То есть, есть два варианта. Либо боги все знают, либо боги... Ну, в смысле, либо боги заботятся обо всем, сейчас мы до все знаем, дойдем. Либо боги ни о чем не заботятся. Сократ находится посередине. Боги заботятся только об определенных вещах. Как это противостоит представлению Сократа о богах, мы поймем чуть позднее, когда Сократ выскажет это представление в частной беседе с более близким ему человеком, чем толпа. Интересно, что позитивисты, которым противостоит Сократ своей умеренностью, не имеют обратного полюса. Какой обратный полюс к позитивизму? Полные рациональные позитивисты. Люди, которые считают, что разумом можно постичь все. Что им противостоит? Ну, романтизм. Ну, подождите, Греция 4 века до нашей эры. Какой романтизм? И рационализм тоже не подходит, потому что никакого рационализма-то еще нет. Фанатики. Фанатики уже были. Это те, которые готовы поклоняться дереву, камню, восходу. Что им противостоит? Им противостоят атеисты, которые считают, что ничему не надо поклоняться, потому что богов нет. Все это люди безумцы, потому что они страдают манией, экстремальной точки зрения. Ксенофонд не говорит, кто противостоит позитивистам. И мы задаемся вопросом, можно ли вообще противостоять позитивистам? То есть, можно ли считать, что разумом мы не можем решить никаких проблем в жизни? В смысле, вообще, возможно ли такое, чтобы человек считал, что с помощью разума он не может взять вилку в руки? Или, там, дотянуться до любимой коробки с хлопьями? Или сделать два шага до любимого магазина? Сложно сказать. Наконец, сюда же приходит и последнее замечание Ксенофонта. Сократ занимался философией, а не физикой. Ну, понятно, да, что позитивисты и атеисты – это софисты физики. В чем заключается занятие философией с точки зрения Ксенофонта? В двух вещах. В поднятии вопросов «Ти есть?», «Что есть?» или «Что такое?», «Что есть благочестие?», «Что есть мужество?». И я напомню вам, ни разу в этой книге эти вопросы не поднимаются. Ксенофонт говорит нам, что философия Сократа заключается вот в этом. Но этого никогда в книге нет. И мы тут же начинаем сомневаться, правда ли философия Сократа может заключаться в этом, если эта книга явно посвящена философии Сократа. Но тут этого нет. Практически нет. Там же есть один момент, который мы обязательно должны будем обсудить потом. Это момент с последним вопросом, который был задан на прошлой встрече. А именно момент с неправильным переводом. И спасибо тому человеку, который его задал. К нему мы вернемся. Наконец, последнее, что Ксенофонт говорит нам в пользу благочестия Сократа – это его законопослушие. Помните, народ хочет казнить 10 стратегов. Среди них, если вы читали книжку «Перекл-младший», так вот, народ хочет казнить 10 стратегов, Сократ сопротивляется этому незаконному решению народа. Мы задаемся вопросом, как связано законопослушие и благочестие? Почему Ксенофонт уверен, что законопослушие и благочестие связаны между собой? Что такое понимание в богов города? Вера в богов города? Ну, если ты считаешь, что закон дан каким-то предкам? Это демократия. Это демократия. Это Афина. Я понимаю, если бы это была Спарта, не было бы вопросов. Но это хороший заход. Но не в демократии. Как доказывает это Ксенофонт? Ксенофонт говорит, что Сократ вдруг, вдруг он говорит нам, что у Сократа была мания, экстремальная точка зрения. Эта экстремальная точка зрения заключалась в том, что Сократ думал, что боги все знают. Или, вернее, говорил другим. Помните, есть три деления. Что Сократ делает, что Сократ говорит и что Сократ думает. И мы никогда не знаем, что он думает. Итак, у Сократа есть мания. Он считает, что боги все знают. И на этом основании он подчиняется законам. Законам человеческим. Законам, созданным демократии. Мы задаемся вопросом, как эти вещи вообще связаны. Ведь если Сократ стоит посередине, то между манией боги, заинтересованные в людях и думают всегда о людях, в смысле заботятся обо всем человеческом, и манией боги не заботятся ни о чем человеческом. То есть между, очень грубо говоря, для примера, христианским богом и эпикурейскими богами Сократ должен занимать срединную позицию. Или занимать срединную позицию. Об этом говорят его молитвы. Боги заботятся не обо всем, а только о самом важном. Если они заботятся не обо всем, как же мы можем утверждать, что они должны знать все или знают все? Зачем боги знают о вещах, о которых они не заботятся? Смотрите, вы вышли на улицу, да, вот увидите, что листочки опали все. Нет листочков. Это боги заботятся о том, чтобы они опали. Или вы видите, как вор хватает сумочку, а потом спотыкается, чью-то сумочку, а потом спотыкается и бьется головой о кирпич. Это боги заботятся о том, чтобы он не совершал закон о преступлении. Или вы видите, я не знаю, как восходит солнце. Это боги заботятся о том, чтобы солнце взошло. Тогда если где-то преступление произошло успешно, это тоже забота. Не совсем так. Дело в том, что мы же говорим с вами о простых вещах. Сократ уверен, что боги заботятся не обо всем, а только о самом важном. Поэтому нет никаких проблем с ненаказанными преступлениями. То есть о правых преступлениях они просто знают? Да, они знают о преступлениях, но не всегда. Что для него самое важное? Мы говорили об этом, и мы читали этот отрывок в прямом смысле этого слова. Самое важное это то, вы знаете, как построить дом, но не знаете, кто будет жить в нем. Вы знаете, как достичь победы, но не знаете, принесет ли она вам успех. Вы знаете, как заработать денег, но не знаете, обернется ли этот заработок для вас позитивным или негативным. Мы говорили об этом очень просто. Просто макиявеллийский ход. Удача владеет людьми на 50%. 50% разума, 50% бога. Но Сократ не говорит так, потому что очевидно, что когда вы тянетесь за любимой коробкой с хлопьями, вы достигаете успеха в 100% случаев. И удача здесь ни при чем. Это не самое важное в вашей жизни. Хорошо. Мы поговорим о благочестии Сократа немного попозже. Да, хотя мы можем попробовать закинуть удочку прямо сейчас. 1-6-10. Собственно, разговор Сократа и Софиста Антифонта. Похоже, Антифонт, что ты видишь счастье в роскошной, дорого стоящей жизни. А по моему мнению, не иметь никаких потребностей и свойства божества. Иметь потребности минимальные – это быть очень близким к божеству. Но божество совершенно. А быть очень близким к божеству – это быть очень близким к совершенству. Итак, Сократ утверждает, что у богов нет никаких надобностей, то есть, что нет никаких потребностей. Иными словами, что боги в его представлении – это эпикурейские боги. Если у богов нет никаких потребностей, есть ли у них потребность знать что-то? Если они все знают, значит, потребность они не догадываются. Хороший вариант, но как бы с курицей или яйцом. Чтобы что-то знать, нужно иметь потребность. Но если мы уже изначально, наверное, что они все знают, значит, была потребность, они уже знают, и потребность уже исчезают. Да, но если была потребность, значит, когда-то боги были несовершенны, то есть, не были богами. Так, Семен Таврович, я могу показать, что вы что-то узнаете, потому что испытывают потребность. Смотрите, я ухожу из университета, вижу какую-то помощь. Мне это не важно совершенно, но... Хорошо, хорошо, хорошо. Вы учитесь в университете? Это знания, за которыми вы пришли с потребностью получить, например, дефон. Но есть же знания, которые я получаю, не за эти... Конечно, конечно, конечно. Но помните, это мания. Боги знают все. Не все знания получаются просто так. Без потребности. Хорошо, давайте мы зайдем с другой стороны. Если у богов нет потребностей, зачем они заботятся о самом важном? Это долг. Долг? Это может быть... Слово нет потребности, служить нам в качестве стола. Оно уже служит нам в качестве стола. Потому что мы его таким создали. Создали ли мы богов, чтобы они следили за нами? А у меня еще вопрос. Да, хорошо. Я в том моменту, кто знает, как строить дом, не буду жить в нем. Если боги все знают, то почему мы услышим все их решения? Ну, именно потому, что они все знают, они могут ответить на этот вопрос. Ну, если в той логике смотреть, то, получается, они не могут увидеть на этот вопрос. В то, это в каком логике. Но вот как раз с домом. Почему? Именно потому, что боги все знают. Вы можете обратиться к ним за самым важным ответом. То есть, вы можете пойти и помолиться. Типа, дойду я сегодня до метро или не дойду. Вон у нас там храм как раз есть. А можете пойти и помолиться. Я не знаю, получу я пятерку на экзамене или не получу. Боги знают, дойдете ли вы до метро. И боги знают, получите или не получите. Но они не заботятся обо всем, а только о самом важном. А получите или не получите. Вы видите проблему. И я рад, что вы предлагаете какие-то решения этой проблемы. Боги сконструированы так, чтобы изначально все знать. И иметь потребность помогать людям. Или если они созданы для того, чтобы помогать людям. И помогать людям их главная функция. Является ли эта функция потребностью? Если они существуют так, чтобы помогать. Да, если это их цель их существования. Является ли это цель потребностью? Ну, устава есть цель на цель. Да, конечно. Устава есть. Конечно, мы его создали с этой целью. Нет, это у человека есть цель. Мы сдаем, чтобы написать, а надо, чтобы вложить. Почему? И нам не писать, чтобы не устава цель. Или нет, он не цель бывает. Хорошо, потому что устава нет сознания. У богов есть сознание? Я не спрашиваю. Я не знаю. Ладно, ладно. Вижу, мы натыкаемся на трудности. Пока давайте на этом остановимся. Вы видите некую проблему. Еще одно. Как вы смогу для этого поверить? Как вы понимаете, как вы понимаете, что вы переводите? То есть, вы понимаете, что вы делаете, что вы делаете? Хорошо. Надо будет, я посмотрю. Мы доверяем переводам в некоторых вещах, но в некоторых действительно не стоит им доверять. Второе вопрос, который был задан в прошлый раз, очень-очень хороший вопрос, который прольет нам свет на стиль ксенофонта. Собственно, это книга первая, глава первая, шестнадцатый параграф. Вот как он говорил о людях, занимающихся этими вопросами. Сам всегда вел беседы о делах человеческих. Этими вопросами это физикой. Он исследовал, что благочестиво и что нечестиво, что прекрасно и что безобразно, что справедливо и что несправедливо, что благоразумие и что неблагоразумие, что храбрость и что трусость. Философские вопросы. Что государство и что государственный муж, что власть над людьми и что человек способный властвовать над людьми и так далее. Кто знает это, кто думал он, человек благородный. Благородный, конечно, не благородный, а Калос Кагатес. Калос Кагатия, вы знаете, что это, наверное, но, наверное, некоторым надо пояснить. Колосской агафос – это классическое словосочетание, которое означает «прекрасный» и «хороший» одновременно. Колос также может переводиться как «благородный», поэтому можно говорить «благородный» и «хороший». Это не любой человек, это настоящий человек, или в нашем случае настоящий мужчина. Пример настоящего мужчины мы находим в экономике, собственно, из Хамах, и есть тот самый колоскагата, с которого ищет Сократ. Характеристика настоящего мужчины дана в экономике. Нам здесь и сейчас интересно только одно, что настоящий мужчина – это свободный мужчина, в смысле, это гражданин полиса. Вы не можете быть прекрасным и хорошим и быть рабом, например. И вы не можете быть прекрасным и хорошим и не быть греком, в смысле, не быть гражданином. Кто не знает, по справедливости заслуживает название Хамах. В прошлый раз был вопрос, что там в оригинале стоит, потому что у кого-то был немного другой перевод, и там был тот заслуживает название «раба». И это правда. Смотрите, человек благородный – тот, кто знает ответы на философские вопросы. Подлинный калоскагатес – это тот, кто знает ответы на философские вопросы. Тот, кто не знает ответов на философские вопросы – раб. Но здесь идет игра слов, и очень серьезная игра слов, потому что вместо классического слова «раб» здесь употреблено другое слово. Мы должны поговорить немножко о рабах. Вы знаете, есть два типа рабов в эллинистической Греции – элоты и классические рабы. Отличаются они очень просто. Элоты имеют собственность и оружие, классические рабы не имеют собственность и оружие. Никаких проблем нет. Более того, когда вы даете классическому рабу оружие, это, скорее всего, акт освобождения. То есть вы либо даете ему оружие, чтобы он пошел воевать, либо просто освобождаете, и он получает оружие. Но, если мы берем классических рабов, собственно, определение слова «раба» – это «ходулос», то они тоже делятся на две части. Классические рабы и слово «дулос» обозначает раба, рожденного в рабстве. Другое определение «раба», которое употреблено здесь – это, собственно, андроподон. Заметьте, что это даже не мужской род, это средний род. Словом «то андроподон» обозначаются люди, которые были свободными, но были взяты в рабство в битве, в результате поражения в битве или в войне. Таким образом, мы видим, что есть свободные люди, которые являются калоскагатасами – это те, кто занимается философией. Есть рабы – это свободные люди, которые почему-то называются андроподами. Я не филолог и не лингвист, но я все равно вижу шутку, потому что в корне слова «андропод» находится слово «анер» – «ущина». И есть рабы, которые рождаются рабами. Если мы начнем смотреть на то, когда ксенофонд употребляет, какой термин, а он употребляет оба здесь, и здесь, и в экономике, мы увидим интересную вещь. В экономике Сократ говорит о рабстве с Критабулом. Помните этот момент в самом начале книги, когда Критабул говорит Сократу? Так ты, Сократ, говоришь о рабах, и Сократ говорит – не-не-не-не, я говорю о тех, кто является рабом своих страстей. Кто эти рабы своих страстей? Это невоздержанные люди. Мы забегаем немножко вперед. Отличие неумеренности от невоздержанности заключается в том, что неумеренность – это безумие, мания, а невоздержанность связана с телесными удовольствиями. Секс, еда, питье, отдых, лень и так далее. Так вот, там и в самой экономике, когда речь идет о людях невоздержанных, речь идет о рабах, когда о дулосах, то есть о рабах по рождению. Когда речь идет о рабах андроподах, речь идет о людях, которые не обладают философским знанием. То есть есть свободные по рождению люди и есть по рождению рабы. По рождению рабы – это те, кто не в состоянии сдержать собственных естественных устремлений, телесных устремлений, чувственных устремлений. По рождению свободные – это те, кто в состоянии удерживаться от невоздержанности, то есть быть воздержанными. Но они становятся рабами. Почему? Потому что они не занимаются философией. Таким образом, ксенофонд намекает нам, что есть три типа людей. Подлинно свободные, рабы, которые были свободными и рабы, которые не могут быть свободными. Подлинно свободные – это философы. Рабы, которые были свободными – это люди, у которых нет, которые обладают воздержанностью, но которые не занимаются философией. Рабы, которые рождены несвободными – это те, кто не обладают воздержанностью. Что такое воздержанность, мы постараемся поговорить отдельно. Философские знания не обладают? А знаешь ли ты? А знаешь ли ты? А знаешь ли ты? И каждый раз несчастный Ефием говорит «я этого не знал». Ну, например, вопрос о том, что такое справедливость. «Я этого не знал», говорит Ефием, «я похож на раба». И когда он употребляет слово «раб», он употребляет именно ангропон. Когда вдруг они начинают говорить о чем-то другом, слово «раб» появляется снова в 32-33, но это уже другой раб, это дулос. И контекст меняется. Таким образом, мы видим немножко определенные вещи, а именно, что ксенофонд хорошо оперирует понятиями, что эти понятия очень серьезно разработаны. И что эти понятия, как бы являясь взаимозаменяемыми, потому что и андроподан, и дулос – это все еще рабы, и тот, и другой раб, все-таки являются некой языковой игрой, которую ксенофонд четко соблюдает. Хорошо. Это в попытку ответить на вопрос, почему Сокрас считает, что некоторые люди все-таки рабы. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы перед тем, как, вот я сумел угол первую, перед тем, как мы перейдем к главе второй? Понятно. А у кого-то когда-то человек, который знает ответ на голосовские вопросы, или который просто их задает? Просто ответ на голосовские вопросы – это же такие вопросы, на которые человек, кого ответа... И еще раз спросите 16. Вот как он говорил о людях, занимающихся этими вопросами. Сам всегда вел беседы о делах человеческих. Нет, нет, читайте, читайте. О делах человеческих. Он исследовал, что богочестиво и что нечестиво, что прекрасно, что безобразно. Что справедливо и что несправедливо, что благоразумие и что неблагоразумие. Что храбрость и что трусость, что государство и что? Государственный муж. И что власть над людьми, и что человек способный властвовать над людьми. Ну, государственный муж – политик, конечно. Кто знает это, тот, думаю, человек благородный. Кто знает. То есть, кто имеет ответ на этот вопрос? Потому что некоторым кажется, что они знают, но на самом деле они не знают. Как только Сократ, мы увидим это в четвертой книге, как только Сократ будет прижимать их вопросами, они будут говорить, я никогда об этом не думал. Там будет несколько людей, которые будут идти в политику. Когда Сократ будет спрашивать, ну ты же думал об этом, откуда деньги брать? Или как с соседями быть? Или что делать в этом случае? Он говорит, нет, я не думал об этом. Мы должны задаться вопросом. Знание подразумевает неправильные ответы? А, абсолютно знание. Ну, просто знание. Вот смотрите. А, ты можешь ошибаться. Ну, так... Знание – это не знание. Да, на Вилне тогда это не знание. Если вы думаете, но ошибаетесь, это мнение. Классическое философское деление на знание и мнение вы можете найти у Платона везде. Да, у меня еще вопрос по поводу того момента, где мы говорим, что Сократ не на людях, и где это место? Это апология? Нет, нет, нет. Именно вот то, что он пишет, что он не знает, каким был он не на людях, то есть она, где уже такое ношение. Не может ли это быть его дом? Если мы возьмем домострой, говорим, что жена союзник, жена Сократа – недорекая женщина, и она не понимает, где будет счастлив, где не будет счастлив Сократа. К сожалению, мы не можем ничего об этом сказать, и наоборот, именно потому что мы не можем ничего об этом сказать, мы должны сказать, что нет. Дома у Сократа нет философии. Чуть-чуть позднее Сократ нам сам скажет, в чем заключается его философская активность, но мы никогда не видим Сократа дома. И вот с женой у Платона мы не видим его даже с детьми, у Ксенофонта мы один раз видим его с сыном, об этом будет отдельный разговор. Но нет. То есть его повседневная активность не есть философская активность. И в этом смысле она выпадает из воспоминаний. Все, что не относится к философии, как Сократ ест, как он спит, как он ходит туда-сюда, кстати, ест и спит, относится. Этого ничего мы не видим никогда. Поэтому это не имеет значения. Еще вопросы? Хорошо, тогда мы переходим ко второй главе. Удивительным кажется мне также и то, что некоторые поверили, будто Сократ раздращает молодежь. Сократ, который кроме упомянутых качеств, прежде всего, обладал больше всех на свете воздержанием... Воздержанности. Воздержанности на любовных наслаждениях, употреблении пищи, затем способности переносить холод, жар и всякого рода труды. И к тому же такой привычки к умеренности потребностей, что при совершенно ничтожных средствах, совершенно легко имел сил достаточно для него количества. Если вы читали экономику, вы знаете эту формулу, что будучи нищим, он все-таки жил хорошо. Далее. Здесь нас интересуют две вещи. Первая второстепенная, немного второстепенная. Вторая первостепенная. Первая. Некоторые поверили в обвинение. В случае с обвинением в нечестии поверили все. В случае с обвинением в возвращении молодежи поверили только некоторые. Таким образом, одно обвинение слабее, чем второе. Это логично. Что не логично, это тот факт, что обсуждению второго обвинения, обвинения в возвращении молодежи, ксенофонд во второй главе уделяет в два раза больше места, чем обсуждению первого обвинения. Обвинение, в которое все поверили. Если это более слабое обвинение, зачем он терять ему больше места? Зачем разбирать его подробнее? Ну, наверное, вопрос тех самых некоторых, которые... Смотрите, есть более сильное обвинение, есть более слабое. Он убил свою жену и задушил уточку. Ну, то есть, обвинение в убийстве и, как это правильно называется, в жестоком обращении с животными. Какое обвинение адвокат должен разбирать подробнее? Мне тоже кажется это логично, но ксенофонд не поступает так, а поступает ровно наоборот. Может, как раз кто-то из круглых пробежанных, поэтому... И это важно. Ксенофонд назвал бы нам, если бы это было важно человека, который поверил бы в это. Там скорее разница, мне кажется, в аргументации. Наверное, аргументацию по первому обвинению мне представляется несколько более простой, потому что настолько ущерение приходит здесь к смоку, то есть противоречит, чтобы управлять все крат. Хорошо. Мы даже что-то показывали, что в убийстве, но это не совсем... То есть, ну, раз она более слабая, то есть, и его... Смотрите, оно сложнее опровергается, но в него меньше верят. Стоит ли больших трудов таких уделять ему, если в него меньше верят? Вы пока подумайте над этим, а мы переходим к воздержанию, наконец-то. И снова нас ждет объяснение стиля ксенофонта, литературного стиля ксенофонта. Простите еще раз этот момент, обладал больше всех на свете воздержанием, ну, воздержанностью. Удивительным кажется мне тоже и то, что некоторые поверили, будто Сократ возвращает молодежь. Собственно, воздержанность... Нет, сразу с воздержанностью. Воздержанность это не кратая. Сократ, который, кроме упомянутых качеств, прежде всего, обладал больше всех на свете воздержанием в любовных наслаждениях, употреблении пищи, затем способности переносить холод, жар и всякого рода труды. И к тому же такой привычка к умеренности потребностей, что при совершенно ничтожных средствах совершенно легко имел сил достаточного для него количества. Итак, у нас есть определение, которое для нас важно. Ксенофонд пытается доказать, что Сократ не развращал молодежь с помощью доказательства того, что Сократ был воздержан. В общем, развращение молодежи и воздержанность связаны каким-то образом. Мы догадываемся, что развращение это как раз не воздержанность. В смысле, обучение не воздержанность. Итак, в главе второй и первой книги даются следующее содержание воздержанности. Это воздержанность в сексе. Давайте еще разочек. Два, один. Секс. Да. Холод и жар. Труд. Это говорит ксенофонд о Сократе. Прочтите, откройте главу пятую и также один. Если правда, что воздержание – драгоценное благо для человека. Воздержанность. Воздержанность. Рассмотрим. Содействовали ли ему такие беседы Сократа? Друзья, предположим, у нас началась бы война, и мы бы хотели выбрать человека под начальством, которому всего больше надеялись бы себя спасти от поражения и врагов покорить. Могли бы мы выбрать человека, который не в силах бороться с черевогодием. Страстью к вину. Востолюбием. Сонливостью. Неспособен к труду. Достаточно. Смотрите, есть ли разница, когда перечисляется воздержанность Сократа, ничего не говорится о вине и сне. Почему ничего не говорится о вине и сне в случае Сократа? Заметьте, это Сократ, это уже не ксенофонт, а Сократе, это Сократ о военачальнике, о войне. Почему ничего не говорится о вине и сне? Вы можете привести в пример мне пир Платона и сказать, Сократ был из тех людей, которые не пьянеют и не страдают похмельем. Если вы не пьянеете и не страдаете похмельем, нет никакого смысла быть воздержанным в вине. Вы пьете вино, как воду. Второе замечание. Сократ говорит о военачальнике, то есть о стратегии на войне. Сон, это довольно опасная штука на войне. Сон, безопасная штука в миру. Нет никакого смысла воздерживаться от сна, если вам не угрожает смертельная опасность. Но это еще не полный список. Можно вопрос? Конечно. Там было про то, что воздержанность, без совершенно ничтолько средств, он имел все необходимое. Разве это говорит о его воздержанности, а не то? Нет, 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 это уже... Сократ не был хорошим экономистом, потому что он вообще не заботился о домашнем хозяйстве. Он не заботился, но он мог пользоваться ресурсами, он считается какими друзьями. Да, 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 но в этом не заключается экономика. Но в этом не заключается воздержанность, в том, что он как минимальных средств имел всю систему. Но в этом заключается воздержанность. Или не заключается? Не заключается. Не заключается. Воздержанность не заключается в том, что Сократ живет по сестру. Нет, при минимальных ресурсах он имеет все необходимое средство. А, вы имеете в виду, что в смысле у него стол он ловится, а он нищий? Нет, 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 нет. В данном случае имеется в виду, что так как потребности минимальные, ему много не надо. Поэтому у него много и нет. 2.1.1. А книга вторая глава первая. Да. Значит, вот эта формула повторяется еще раз в 2.6.1. 2.1.1. Еще и такой беседочек, казалось мне, Сократ внушал своим друзьям желание развивать в себе умеренность. Итак, в данном случае ксенофонд говорит о Сократе, говорящем о воздержании. Заметьте, в прошлой главе он не начинал ее со словами «Мне кажется», и я там просто был отлыбок. По себе умеренность в еде, питье, сладострасти, сне и выносливость в перенесении холода, жары и труда. Таким образом, если мы составим все эти три описания воздержанности, мы получим то, что входит в воздержанность целиком и полностью. И каждый раз мы увидим, что чего-то не хватает. И каждый раз это, видимо, будет связано с контекстом. То, что ксенофонд говорит о Сократе. То, что Сократ говорит о военачальнике. То, что ксенофонд говорит, что он слышал о Сократе. Вы видите этот пример литературного стиля. Понятие отлично разработано. И каждый раз ксенофонд с ним играет, чтобы показать нам что-то. Мы должны спросить себя. Хорошо, Сократ не нуждается в воздержанности в вине и сне. Допустим, он не воздержан ни в том, ни в том. Чем вызвана эта невоздержанность? Мы пытались предположить, что эта невоздержанность вызвана отсутствием проблем вином и сном. Если мы откроем пил Платона, мы увидим, что среди шести его участников, главных шести участников, когда они только встречаются, все делятся пополам. Три из них, значит, все они, кроме Сократа, пили вчера. Потому что вчера праздновалась победа Агафона. Все они, кроме Сократа, должны испытывать похмелье после вчерашнего. Когда встает вопрос, будем ли мы пить сейчас или начнем, значит, чесать языками, три из них говорят, мы не можем пить, потому что мы с похмелья, нам и так тяжело. Три из них, включая Сократа, или два, кто вчера пил, говорят, мы можем пить. Нам норм, у нас нет похмелья. Какое решение они принимают? Пить или чесать языками? Чесать языками. Ну как это? Пил из этого и состоит. Если бы они приняли решение пить, все бы закончилось. Они приняли решение чесать языками. Они приняли решение чесать языками, таким образом, то есть не пить. Таким образом воздерженность происходит откуда? Из слабости. Точно так же, как невоздерженность происходит из силы. Сократ может приносить похмелье, и Сократ может не пьянеть, поэтому он может быть невоздержен. Три несчастных юноши, ну как, один юноша, один взрослый и один старик, практически старик, не могут приносить похмелье, поэтому они выступают против того, чтобы пить, им и так уже нехорошо. Они каким-то образом оказываются воздержанными или сторонниками воздержанности, будучи жертвами невоздержанности. Мы должны задаться с другим вопросом. Почему в список воздержанности Сократа попадают те вещи, которые в него попадают? Иными словами, является ли эта воздержанность признаком слабости? Или воздержанность также может быть признаком силы? Мы только что доказали, что невоздержанность может быть признаком силы. Точно так же, как воздержанность признаком слабости. Может ли быть наоборот? Может ли быть воздержанность признаком силы? И, конечно, первое, куда мы смотрим, это первое в списке в случае Сократа. Заметьте, это не первое в случае обоих других списков. Видите, они идут почти параллельно. Меняются только труд на холод и жар. Но в случае Сократа это первое в списке. У вас не может быть похмелье после секса. И в этом смысле всегда можно еще. Поэтому вопрос, может ли исходить воздержанность из силы? Отвечаем, да, может. Таким образом, мы получаем простые две пары. Сила-воздержанность, сила-невоздержанность. То есть воздержанность-невоздержанность и сила-слабость. И какое-то их взаимодействие между собой. Да, 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 конечно. Но вообще-то у него была жена, это раз. Во-вторых, это заболевательское общество. Можете подойти к своей лабыне и все будет нормально. Вам не откажутся. Кроме того, если вы читали книжку, вы знаете о разговоре Сократа с Феодотой. Да, Феодота была только за... Да, да, да. Мы поговорим об этом, когда дойдем до Феодотов. Да. Александр Николаевич, а можно подробнее обо сне? Вы же говорили, что сон-то вообще вместо Венето-200. Да, 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 да. Это в апологии Платона. Это такая маленькая смерть получилась. Да, в апологии так и есть. Хорошо, может быть, неумерен в сне. Хороший вопрос. Значит, здесь, во-первых, мы все-таки должны понимать, что я каждый раз, когда отсылаю Платон у вас, прибегаю к софистике. Ксенофонт и Платон – это разные люди. В смысле, это разные философы, поэтому у них разные философии, разные представления о Сократе. Поэтому, когда в апологии Сократ говорит, что сон – это маленькая смерть, мы вполне себе можем сказать, что так оно там и есть, так оно для Платона и есть. Для ксенофонта это почему-то не так. Серьезный вопрос, почему. Честно говоря, я вот так вот сходу, хотя я вроде бы над этим подумал, над ним ответить не могу. Ну, у него же там было, помогаясь над этим, сон как средство для решения всех проблем. А, типа поспал и все просто. Нет, у него так и было. Он же перед бегством тоже, он просил сон и решил бежать. Но, снова, ксенофонт не Сократ. То есть, то, что говорит ксенофонт о себе, то вполне может быть не применимо к Сократу. Видите, мы больше указываем на проблемы, чем отвечаем на серьезные вопросы. Посмотрите, у нас есть в этом ряду труд, но его тяжело. То есть, его можно помыслить как воздерживание, силу воздерживания? Нет, это не труд, это способность переносить труд. То есть, это не типа, я воздерживаюсь от живания, от людится. Мне очень хочется. Можно было помыслить, если обратиться к холду, то есть, как бы трудиться так, чтобы ты как-то... Нет, речь идет о способности переносить физический труд. Хорошо. Еще какие-нибудь вопросы или двигаемся дальше? Да. Мне нравится ваше рассуждание о складах. Если я не могу, там, тратерорно перекрыть, потому что там ноги были, а значит, я сильная и выдерживаю. То есть, это консультация, ну, как же непонятно. Смотрите, в случае с пилом Платона все очень просто. Свои, потому что я все время могу пить, потому что... Не обязательно? Зачем? Зачем? Смотрите, представьте, что вы... Евнох. Вы ведь все время воздерживаетесь от секса, верно? Ну да. Ну да, да, да. Это как-то связано с волей? Нет, это связано с тем, что вы просто не можете. Ну, как же я? Сейчас, давайте мы... Как можно говорить о воздержанности, когда мы говорим про Евну? Ну как, вот-вот, пожалуйста, от секса он воздерживается. У него выбора-то нет. О чем и речь? Но хорошо, в случае с вином у них же был выбор. Вот у вас болит голова после вчерашнего. У вас же есть выбор пить или не пить? Ну, это слабость, а не с силой. Какая разница? В деле, а потом в начале, я лучше там ходил, что угощаете, ну, говорит рабам, угощаете нас так, как, если бы вам были ваши гости. Так что, соответственно, они там... Нет, в самом начале, в самом начале, да. Но в самом начале они тут же, как появляется Сократ, начинают говорить, типа, будем болтать или будем пьянствовать. И тогда они отсылают флитиску прочь и говорят, идите играйте там для женщин, и они не пьют. Там прямо на этом завязан огромный кусок диалога, типа, стоит, да нет, мне после вчерашнего плохо, вы что? И сразу появляется Алексимах как врач и говорит, не надо, не надо, ребята, я врач. Все разойдитесь, да? Смотрите, вы пытаетесь зачем-то связать волю. Во-первых, это Греция, нет никакой воли. До воли еще две с половиной тысячи лет. Ну, чуть меньше, две. Во-вторых, воздержанность предполагает воздержание от телесных удовольствий. Какая разница, что приводит к этому воздержанию? Смотрите, вас в тюрьме заперли, и вам приходится переносить холод и жару камеры. Вы же все равно терпите, правильно? Ну, потому что вам бежать некуда. Или вы с себя пытаетесь кожу сорвать или повеситься от того, что в камере жарко или холодно? Ну, у меня нет желания. Воздержанность не только нервная, но и... Нет, понятия желания были, но мы сейчас говорим о действиях. То есть это все действия. Вы можете хотеть, а может... Как и говорит ксенофон, вы можете говорить, действовать и думать. И все это вы можете делать совершенно разное. То есть вы можете думать одно, говорить другое, а действовать по-третьему. Но определить, воздержаны вы или нет, мы можем только по вашим действиям. Так же, как и в случае с Сократом, мы не можем судить, о чем вы думаете. Воля является только внутренней, она себя никак не проявляет. Ее проявление – это действие. Поэтому, когда мы судим о чем-то, мы судим по действиям. Есть действие воздержания, а есть недействие, понимаете? Я не пью, это недействие. Или действие воздержания, вы воздерживаетесь от вина. А как вы еще проявите воздержание по отношению к вину? Да. Не понял, почему воздержанность от слабости, а... Итак, смотрите, бывает и воздержанность от слабости, и воздержанность от силы. Точно так же, как бывает невоздержанность от слабости и невоздержанность от силы. Вы приходите на попойку, и вдруг видите, кто-то не прет. Вы, естественно, смотрите на него глазами, как на предателя, да? Вот так вот прищуриваясь по-ленински. И задаетесь вопросами. Он предал вас? Или выбора не было? И он вам говорит, извините, у меня там цирроз, мне нельзя, да? Или он говорит, а я трезвенник. Как бы и то, и другое воздержание. Но вопрос, где воздержание от слабости, а где воздержание от силы? То есть вы не можете... Смотрите, что говорит ксенофон. Помните апологию Сократа? Толпа всегда судит по делам. Это очень важное замечание. Вот ксенофон говорит, у нас нет выбора, кроме как судить по делам, а потом добавляет, но... И мы можем сказать себе, у нас есть воздержанный человек. И у нас нет другого способа, кроме как признать, что он воздержан, потому что он воздержался от чего-то. Но мы можем придать этой воздержанности более глубокий контекст, который толпа не может придать. Этот более глубокий контекст состоит, например, в вопросе, это была воздержанность от силы или воздержанность от слабости? Он воздержался, потому что не мог? Или он воздержался, потому что, выражаясь вашими словами, проявил волю? Потому что, если мы примем вашу точку зрения, мы просто объединяем происходящее. Всякая воздержанность – это воздержанность от воли, А все, что не от воли, то невоздержанность Хорошо, давайте будем Двигаться дальше Вторая глава Так если он сам был таким, то как он мог Сделать других безбожниками, нарушителями Законов, черевоугодниками Сластолюбцами, неспособными к труду Неженками? Заметьте Сластолюбие это собственно Еда Неспособность к труду Вот она, это труд Затем идут черевоугодия Тоже еда, а потом происходит Что-то невероятное Каким-то образом невоздержанность в сексе Еде и труде Питье и сне Превращает человека в преступника И безбожника Каким-то образом Невоздержанность провоцирует Неумеренность Мы спрашиваем себя Вы помните, что такое неумеренность, да, мания Мы спрашиваем себя, и мы знаем примеры мании Мы спрашиваем себя Они связаны напрямую или нет Иными словами Все софисты, физики Которые утверждают, что мир состоит из атомов И боги состоят из атомов В смысле нет никаких богов Они все сексоголики Обжоры Алкоголики И ленивцы Таким образом получается Более сложная картина Есть мания Не связанная с воздержанностью и невоздержанностью И есть мания Связанная с воздержанностью и невоздержанностью Например, вы лежите у себя в кровати В воскресенье Мама, бабушка приходит и говорит Пойдем в храм А вы ей такой А бога нет И продолжаете лежать Собственно В это сан Это снова добавляет нам Определенной глубины В обсуждении Как связаны воздержанность и умеренность Собственно Энкратая и Сафросюны Есть неумеренность Исходящая из невоздержанности Есть неумеренность Неисходящая из невоздержанности Можно ли быть одновременно Неумеренным и воздержанным? Очевидно, можно Точно так же, как можно быть одновременно Воздержанным и неумеренным То есть, она к силе Да, да Снова получается четыре варианта Хотя мы должны задаться вопросом Смотрите Я понимаю, что можно быть Невоздержанным и неумеренным Я понимаю, что можно быть Воздержанным и умеренным А можно ли быть одновременно Невоздержанным, но умеренным? И неумеренным, но воздержанным. Кажется, что быть неумеренным, то есть быть софистом, физиком, и быть воздержанным, то есть не предаваться чревоугодию, сексу и прочему, можно. А можно и наоборот. В смысле предаваться угодию, сексу, чревоугодию, сексу, лени, вину и одновременно быть умеренным. Ксенофонд, кажется, нам намекает именно на это. А саград разный не дает? Да, слушайте, отличный вопрос. Из воздержанности Сократа выпадает виной сон. Мы предполагаем, что как минимум с вином он был невоздержан, но при этом был умерен. Хорошее замечание, спасибо. То есть возможны все четыре варианта, и мы снова на перепутье. Как определить, какой человек перед нами? Помните, мы начинали с классического философского вопроса. Как жить или в чем заключается хорошая жизнь? И попытка разобраться в этих категориях должна привести нас к ответу на этот вопрос. Особенно, если мы смотрим на Сократа. Человека, который точно живет хорошей жизнью. Пожалуйста. Напротив, он многих отбродил от этих пороков. Мышевым стремлением к добродетелям. И подав надеждой, что если они станут заходиться о себе, то будут людьми нравственными. Ну, конечно же, ненравственными снова употребляется колокогатия, как термин. Я предостерегаю вас от взаимозаменяемости этой колокогатии и той колокогатии, о которой мы говорили чуть ранее. Вполне возможно, что ксенофонд употребляет одно это слово, не всегда синонимично. В смысле, имея в виду разные понятия под ними. Такое часто случается в классической политической философии. Итак, вопрос, который задает ченофонд. Если Сократ был умерен, воздержан, как он мог делать невоздержанными других? А между тем, он никогда не брался быть учителем добродетели. Но, так как все видели, что он таков, то это давало надежду людям, находившихся в общении с ним, что они, подражая ему, станут такими. Да, будьте внимательны. Смотрите, Сократ никогда не занимался учением добродетели. Он никогда не учил добродетели. Учение Сократа не развращало молодежь, потому что никакого учения Сократа не было. Что развращало молодежь? Попытка быть как Сократ развращала молодежь. В чем подражать Сократу? Сейчас мы давайте подумаем, в чем мы должны подражать Сократу? И это развращает нас, да? Мне кажется, речь идет о разврате. Вы должны вернуться к первой главе. В чем подражаем Сократу? В чем заключается философская деятельность? В том, чтобы задавать вопрос тиести. Молодежь начинает подражать Сократу, задавая вопрос тиести. Если вы берете апологию Платона, сомневаясь в отцовских авторитетах. Но это не ведет молодежь к добродетели. Это ведет молодежь к развращению. Мы снова возвращаемся назад и думаем про себя. Свободные люди, колокогатия, которые знают ответы на философские вопросы. Могут ли они быть развращенными и неразвращенными? Может ли свобода вести человека козлу? Козлу в кавычках, потому что зло носит очень серьезную христианскую коннотацию. Или она ведет человека только к добру? То есть, чем больше вы знаете, тем больше вы походите на Христа на кресте. Может быть. Если она может вести козлу, тогда мы дорабатываем наше определение колокогатии и видим, что есть два типа по-настоящему свободных людей. Тех, кого Полис считает развращенными и тех, кого Полис не считает развращенными. Вопрос. Серьезный вопрос. Есть ли такой философ, а я напомню, что это Сократ, которого Полис не считает развращенным? Потому что Сократ был осужден именно за это. Таким образом, Полис и философия, город и философия противостоят друг другу. Все подлинно свободные люди – это подлинно свободные люди во зле. В этом смысле обвинение против Сократа является абсолютно логичным, а его приговор абсолютно справедливым. Но пока мы еще не можем дойти до таких серьезных выводов. Подлинно свободный человек – это тот, кто задается философскими вопросами и знает ответы на них. Калокогатия. Молодежь, которая хочет подражать Сократу, молодежь, которую Сократ развращает. Сократ не развращает своим учениям, а тем фактом, что они начинают задаваться философскими вопросами и отвечать на них. Таким образом, мы понимаем, что есть два типа людей, свободных людей, подлинно свободных людей. Злые и добрые. Злые в кавычках развращенные и неразвращенные. Однако, смотрите, Сократ развращает молодежь. Непонятно, почему они злые. Ну, злые в кавычках развращенные. На решающее противостояние между городом и философией. Каким-то образом город и философия являются несовместимы. По какой-то причине город воспринимает философа, подлинного философа Сократа, как развратителя, а его учеников как развращенных. Из-за вопроса. Потому что они начинают задавать философские вопросы и отвечать на них. Я думаю, развратка здесь именно в том смысле, что Сократ своим примером, он смещает вот эти понятия порядок города в сознании вот этих людей. Я в него же не верю. Хорошее замечание. Мы дойдем до примера двух людей, которых Сократ развратил. Заметьте, что никогда в обвинениях ксенофронт не указывает, что это за люди. То же самое касается и Платона. Никогда не говорится, что... Кто эти жертвы? Помните, обычно даже на суде, даже о жертве убийства говорят, в смысле, произносят ее имя. Вы убили такого-то... Этот подозревается в том, что убил такую-то или такого-то. А жертва воровства присутствует на суде. Конечно же, она заинтересована. Но почему-то жертвы Сократа не присутствуют на суде. В смысле, как свидетели или как обвинители. И почему-то жертвы Сократа никогда не называются по именам. Потому что в логике Сократ сам говорит, что по имени человеку, который был в шутку. И говорит, что ты меня обвинил как бы в шутку. Да-да-да, Милет. Но Милет не является развращенным Сократом. Милет это не жертва развращения. Милет, Анит и Ликон это обвинители. Но ни один из них, ни ученик, ни знакомый Сократа. Но именно он знает. А ровно оттуда, откуда знают все остальные. А Сократе ходят слухи, что он развращает молодежь. В случае Платона, как минимум, один из них отец. Сына которого Сократ развратил. В случае... Сократа ходят слухи, что он развращенный не являет сюжетами. Сократами являются те, которым извращенная молодежь применяет... Нет, нет. Счетами являются именно развращенные. Это очевидно. Смотрите. Они же сами на него говорят. Если вы хотите, чтобы вас обманули, когда вас в итоге обманывают, это не значит, что преступления не было. Преступления было. То есть, если вы добровольно поступаете в МММ, это не значит, что Мавроди вас не обманул и не совершил уголовно наказуемого деяния. Астрахизм применяется только к политическим деятелям, причем к лидерам политических партий. Он не применяется никому другому. Более того, как только астрахизм был применен к человеку, который не являлся лидером политической партии, астрахизм закончился. Вы правы. Это обвинение не первое. Первый, кто был обвинен в неверии в богов города, был протагор. И он из города сбежал, а его книгу о богах уничтожили. Такая история. Мифологическая, потому что мы ничего не знаем, что там в этой книге о богах. Последний, кто был обвинен, Аристотель. Но он сбежал, ничего не дожидаясь уже. Не всякий философ получает, не всякий софист и философ получает такое обвинение. Те же классические Горги, Гиппи. Его им же восхищались, нам сказали, молодец, не зря деньги раздали. Во, во, во. Вот, никаких проблем не вызывали. Наш пример это Сократ, потому что в отличие от протагора, мы понимаем, чем Сократ отличался, и ксенофонд прямо сейчас указывает, чем. Протагор учил и учил за деньги. Сократ никого не учил. И сейчас будет сказано, что не учил за деньги. Давайте. Однако и тело он сам не оставлял без заботы, и те, кто не заботился о нем, не хвалил. Так он осуждал тех, которые чрезмерно надеются и потом чрезмерно работают. Он находил полезным есть столько, сколько душа принимает с удовольствием. Чтобы переваривать пищу, удовлетворительно. Такой распорядок он считал и довольно здоровым, и не менее, чем заботиться о душе. Но при этом он не любил пышности и щегольства ни в одежде, ни в обуви, ни в других жизненных потребностях. Щегольство. И корыстолюбцами он не делал своих собеседников. От всяких страстей он прощал. А с тех, кто жил общение с ним, не брал денег. Да, заметьте, сейчас было сказано, что не брал денег, а чуть ниже будет сказано, почему он не брал денег. То есть он не брал денег не потому, что заботился о них. Он не брал денег, потому что заботился о себе. В таком бескорыстии он видел заботу о свободе. А кто берет плату за свои беседы, тех он презрительно называл продавцами самих себя в рабство. Так они обязаны разговаривать с теми, с кого берут плату. Да, смотрите внимательно. Ранее было сказано, что Сократ в первой главе говорил со всеми. Теперь сказано, что Сократ не говорит со всеми. Сократ не говорит с теми, с кем не хочет говорить. По этой причине Сократ не берет денег, чтобы не иметь обязанностей. Когда мы открываем Платона или открываем того же Ксенофонта, нам порой кажется, что у Сократа есть какая-то миссия. В смысле, он имеет какие-то миссианские черты. Он стоит на городской площади, на рыночной площади, как зазывало, и значит проповедует, проповедует, проповедует. Ни Платон, ни Ксенофонт этого не говорят. Напротив, они говорят прямо противоположное. Сократ не имеет никакой миссии по отношению к городу. Сократ не связан с городом. Сократ не проповедник. Он не говорит со всеми, кто хочет с ним говорить. Он удивлялся, как этот человек, объявляющий себя учителем добродетели, берет деньги и видит громадной пользы для себя приобретение доброго друга. Да, но вы понимаете, вы уже знаете, в чем громадная польза приобретения доброго друга. Добрый друг – это и есть деньги. А боится, что тот, кто достигнет нравственного совершенства, не воздаст величайшей благородности своему величайшему благодетелю. Сократ, напротив, не обещал никому никогда ничего подобного, но верил, что если его собеседники проникнутся принципами, которые он одобряет, то они на всю жизнь останутся добрыми друзьями. И с ним, и между собой. Так как же такой человек может развращать молодежь? Разве только забота о нравственном совершенстве есть развращение? Ну, забота о добродетели. Нравственное совершенство – это добродетели. Есть развращение. Вы запомните эту фразу, потому что эта фраза всплывет тогда, когда мы услышим разговор Продика о Геракле. Мы возвращаемся обратно сейчас на минуточку и вспоминаем, что забота о добродетели, то есть кала-кагатия, стать кала-кагатесом вы можете, задавая философские вопросы, отвечая на них. Но город воспринимает это как развращение. Забота о добродетели есть развращение молодежи. Но, клинусь зевцем, говорил обвинитель, Сократ учился в собеседнике. Итак, до этого момента ничего не было сказано, собственно, об обвинителях. И когда мы говорили о... Когда ксенофонд говорил об обвинении в неверии в богов города и введении новых божеств, фразы обвинителей даже не всплывали. Теперь вдруг он будет говорить о нескольких типах обвинителей и будет опровергать их аргументы. И этих аргументов будет достаточно много. Обращайте внимание, где говорит обвинитель, обвиняя Сократа, где говорят все, а где говорит сам ксенофонд. Почему он здесь так твердо говорит? Именно что говорил обвинитель, видимо, он же не был там... Есть... Потому что это не журналистский репортаж. Клинусь зевцем, говорил обвинитель, Сократ учил своих собеседников презирать установленные законы. Он говорил, что глупо должен стать лиц государства выбирать посредством бобов. Итак, в чем заключается развращение молодежи? Если вы задаетесь философским вопросом, что есть государство и кто такой государственный муж, то есть в оригинале, естественно, политик, то вы отвечаете и на вопрос, что такое политика. И когда вы видите, что какие-то политические вопросы решаются с помощью случая, а выбор с помощью бобов – это, конечно, выбор с помощью случая, вы видите, что это противоречит представлению или понятию того, что такое политика и кто такой политик. Тогда как никто не хочет иметь выбранного бобами рулевого, плотника, флейтиста или исполняющего другую подобную работу, ошибки в которой приносят гораздо меньше вреда, чем ошибки в государственной деятельности. Если вы хотите узнать платоновскую точку зрения на этот вопрос, я отсылаю вас к протогону. Подобные речи, говорил обвинитель, возбуждают молодежи презрение к постановленному государственному строю и склонность к насильственным действиям. Итак, развращение молодежи с точки зрения ксенофонта заключается в примитии молодым людям презрения к режиму и установленным законам и, собственно, склонность к насилию. Мы предполагаем, что линия защиты тогда будет строиться очень просто. Сам Сократ не нарушал законы и не был склонен к насилию. Как же он мог других делать таковыми? И снова, мы видим проблему города и философии. Городу нет дела до вопросов, что такое солнце. Но что такое солнце – это не философский вопрос. Городу нет дела до вопроса, что такое воздух. Но что такое воздух – это не философский вопрос. Но городу есть дело до человеческих вопросов. А человеческие вопросы – это философский вопрос. Я, напротив, думаю, что люди образованные, чувствующие в себе способность давать будущим полезные советы согражданам, меньше, чем кто-либо другой, бывают склонны к насильственным действиям. Они знают, что насилие сопряжено враждой и опасностями, а путем убеждения можно достигнуть тех же самых результатов безопасности. Пользуясь любовью, кого заставляют силой, тот ненавидит, как будто у него что-то отняли, а на кого воздействуют убеждением, тот любит, как будто им сделали одолжение. Поэтому несвойственно образованным людям действовать не с насилием. Такие поступки свойственны людям, обладающим силой, но без разума. Затем, кто осмеливается действовать насилием, тому нужно иметь сообщников, и немало. А кто может убеждать, тому не нужно никого, он уверен, что и один он может убеждать. Да и к убийствам прибегать таким людям приходится очень редко. Кто захочет убивать человека, вместо того, чтобы он оставали в живых, был его послушным образом. Итак, два обвинения обвинителя. Сократ учит молодежь презирать установленные порядки и учит их быть насильственными. Мы ждем, что ксенофонд покажет нам, что Сократ сам никогда не нарушал законов, и что он никогда не прибегал к насилию. Что показывает нам ксенофонд? Что Сократ никогда не прибегал к насилию. Иными словами, ксенофонд не может ответить обвинителю в пункте обвинения, Сократ учил презирать законы. Ксенофонд может ответить обвинителю, Сократ никогда не призывал к насилию. Но это не просто ответ, он никогда не призывал к насилию. Ответ гораздо глубже. Почему Сократ не призывает к насилию? Потому что победы над законами можно достичь путем убеждения. Развращенная молодежь презирает государственный строй. А значит, она хочет заменить государственный строй. Как это сделать? Вариант номер один – насилие. То, против чего и сейчас выступают законы. Вариант номер два – убеждение. То, против чего сейчас законы не выступают. Второе замечание, которое делает ксенофонд, для нас очень важное. Сократ мог убедить кого угодно, в чем угодно. Связано ли это с философской деятельностью Сократа? Нет. Но это его свойства мы должны знать. Это свойства диалектики, собственно. Заметьте, сейчас перейдите к «однако». «Однако» говорил обвинитель. И этого достаточно. Ксенофонд переходит к следующему аргументу. У него никогда не будет ответа на вопрос о том, учил или не учился. Почему Сократ не учил не презирать закон. Не учил презирать закон. Хорошо, давайте ваш вопрос. Ну, просто вот орудие именно. Послушайте, да, да, да. То есть, молодежь, получается, Сократ учил их убеждения, но они стали как бы... Всякий, кто может убеждать, а молодежь училась у Сократа именно убеждению, превращает в орудие всех остальных народ. Но вы правы, есть иерархия. Если развращенная молодежь может убедить всех остальных, то Сократ может убедить развращенную молодежь. Получается, значит, не подчиняется. Получается небольшая иерархия, кто кому подчиняется. Где вы можете найти ее? В облаках. Стрипсиат, Фидипид и Сократ. Помните, когда Стрипсиат познает, что разум есть сила, и, соответственно, что существует некая иерархия сильных людей, и он может с помощью разума других заставить подчиняться себе, когда после обучения Сократа к нему возвращается Фидипид, Стрипсиат соглашается ему подчиниться. Именно потому, что Фидипид гораздо более умнее и разумнее, чем он. Помните эту ситуацию с избиванием отца? Когда Стрипсиат говорит, вот ты меня убедил, я понимаю, дети могут бить отцов. Не проблема. До этого была серьезнейшая. Что ж, на этом мы пока, если у вас нет других вопросов, остановимся. Продолжение следует...